С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 18 октября. Ежегодно в этот день отмечается день галстука. Принято считать, что он вошел в моду благодаря французскому королю Людовику XIII. Историки моды указывают, однако, и на тот факт, что подобие галстуков, берущих свое начало от шейных платков, присутствовало и в культуре более раннего периода истории. Так шейные платки можно увидеть на фигурах воинов терракотовой армии в Китае, а также на отдельных скульптурных изображениях римских воинов. Также сегодня Всемирный день конфет, который объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства. Но помните, всего должно быть в меру. У родившихся 1894 год. В этот мир приходит Юрий Тынянов, русский советский писатель, поэт, драматург, сценарист, переводчик, литературовед, критик, представитель русского формализма. Чак Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился в 1926 году, пионер рок-н-ролла. Американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен. Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 2004 году занимал пятое место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. 1934 год. День рождения Кира Булычева, писателя-фантаста. Он драматург, сценарист, литературовед, историк, востоковед, фалерист, лауреат государственной премии СССР. Забавно, но псевдоним скомпонован из имени жены Киры и девичьей фамилии матери писателя Марии Михайловны Булычевой. Самая известная экранизация Булычева, мультфильмы «Тайна третьей планеты», «Перевал» и «День рождения Алисы». Телевизионный мини-сериал «Гости из будущего», полнометражный игровой фильм «Через тернии к звездам». В 1959 родился Сергей Доренко, российский журналист, телерадиоведущий, звезда телевидения 90-х. Вел ряд своих проектов, которые шли один за другим. Имел неофициальное звание телекиллер. В 2000-х был главным редактором популярной московской радиостанции. 1960 год. Жан-Клод Ван Дамм приходит в этот мир. Настоящее имя таково. Жан-Клод Камил Франсуа Ван Варенберг. Американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского фламандского происхождения. Культурист, мастер боевых искусств. Прозвище «Мускулы из Брюсселя». В 1973-м родился Сергей Безруков, российский актер театра и кино, кинопродюсер, сценарист, народный артист России и художественный руководитель Московского губернского драматического театра. Но теперь о некоторых событиях этого дня. 1009 год. По приказу египетского правителя Аль-Хакима разграблен и разрушен храм Гроба Господня, а заодно и все остальные иерусалимские строения христиан. Уцелели лишь отдельные фрагменты здания, погребенные под неподъемными каменными обломками. Начало сооружению храма Гроба Господня в 325 году положила императрица Елена, мать Константина Великого. Мотивы же, которыми руководствовался Аль-Хаким, получивший от современников нелестное прозвище «Безумный», не вполне ясны, хотя достоверно понятно. Он чинил гонения не только христианам, но и иудеям и внутриисламским оппонентам суннитам. 1769 год. В Санкт-Петербурге открывается первое в России танцевальное зало. В объявлениях писали, каждое воскресенье будут музыка, желающие при том забавляться танцеванием, за билет платить имеют по 24 копейки и женщины безденежно впускаемы будут. Так начинались дискотеки. 1883 год. В Петербурге на месте убийства Александра II заложен храм Спаса на Крови, храм Воскресения Господня. Изначально на том месте, где был смертельно ранен император, хотели построить небольшую часовню. Сын же убитого царя Александр III приказал возвести здесь просторный и величественный храм. Он построен будет через 24 года, и торжественное освящение храма Спаса на Крови произойдет в день преображения Господня в присутствии царской семьи. 1896 год. Полным провалом завершилась премьера пьесы Чехова «Чайка», после чего, говорят, он зарекся писать что-либо для сцены. 1896 в Нью-Йорке «Джорнал» появились первые комиксы, рисованные истории, рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Сегодня комиксы становятся все популярнее и популярнее, и этому помогает еще и кино. 1907 год. Пробный рейс первого в Санкт-Петербурге «Омнибуса» — мотора, прототипа современного автобуса. Континентальное общество моторных карет получило разрешение впустить по городу 200 автомобильных фиакров с таксометрами. Плата за езду в этих четырехместных каретах будет производиться по следующей такси. 30 копеек будет зиматься при посадке, по 10 копеек с каждой проезженной и показаны таксометром версты, независимо от числа ездоков. 1920 год. С 18 по 21 октября в Москве в помещении Дома Печати проходит первый Всероссийский съезд пролетарских писателей, на котором присутствует 142 человека. На съезде принимается устав Всероссийского союза пролетарских писателей и положено начало Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. Много названий, а писателей в силу известных причин потом станет гораздо меньше. 1967. Советская космическая станция Венера-4 совершила первую мягкую посадку на поверхность планеты. А в 1978 завершается трехмесячный шахматный матч на первенство мира между чемпионом мира Карповым и претендентом на этот титул Виктором Корчным, который, выехав в 1976 на международный турнир в Амстердам, остался за рубежом. Перебежчик. Этот матч, проходивший в курортном городке Багио на Филиппинах и выигранный Карповым со счетом 6-5, стал самым продолжительным в истории мировых шахматных первенств. Последняя партия была отложена с явным преимуществом Карпова, однако Корчной на доигрывание просто не явился, сдав матч через секунданта. Ну и последнее. Остров Бараново, год 1867. Аляска. Там спущен российский флаг. Происходит официальная церемония передачи Америки земли, открытой русскими путешественниками во главе с Алексеем Чириковым в 1741 году. Договор о продаже был подписан семью месяцами ранее. Правительство Александра II рассталось с Аляской за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Меньше 5 долларов за квадратный километр. Многие в Америке сокрушались о сумме, потраченной впустую, мол, на гигантское количество льда. Однако со временем их пыл поостыл, когда на Аляске нашли золото почти на миллиард. Так до сих пор неясно, кто выиграл, а кто проиграл от этой странной по тем временам, да и по нынешним сделке. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова